Румпельштильцхен Румпельштильцхен Спасибо, что удостоили чести увидеть вас Раз вы ничего обо мне не знаете, позвольте рассказать, как мы с дочкой живем Я слушаю тебя, говори Моя доченька краше всех на свете И так искусно, что солому в золото переплетет Что ж, искусство недурное Если твоя дочь такая рукодельница, приведи ее завтра сюда Я ее испытаю Конечно, как скажете, ваше величество Мельник вернулся домой и поведал дочери о случившемся А я ведь говорила Остановись, отец Твоя ложь погубит тебя От стыда отец потерял дар речи Отправились они во дворец навстречу своей судьбе О, здравствуй, Мельник Здравствуй, красавица Ты прекрасно, твой отец не солгал Надеюсь, ты перепредешь солому в золото Не будем терять ни минуты Идем за мной Король лично отвел ее в комнату Битком набитую соломой И дал ей самопрялку и мотовило Начинай работать И если к утру не перепредешь всю эту солому в золото Я казню тебя и твоего отца Стерегите ее Смотрите, чтоб не сбежала Бедная дочь Мельника не знала, что делать Испугавшись горькой участи Она залилась слезами Внезапно вспыхнул яркий свет И в коморке появился сердитый маленький человечек Добрый вечер, дочь Мельника О чем ты горюешь? О, я должна перепрясть всю эту солому в золото Вот только не знаю, как сделать это Что ты мне дашь, если я все перепреду? Возьми мое колье Человечек взял украшение Присел за самопрялку И шур, шур, шур Три раза обернет И шпулька намотана золотом Он взял еще соломы И опять шур, шур, шур Три раза обернет И моток готов Он работал без устали до рассвета Вся солома была перепрядена И все шпульки намотаны золотом Спасибо тебе, маленький человечек Скажи мне, кто ты И как тебя зовут? Но тот рассмеялся И растворился в тот же миг Как только рассвело, пришел король Увидев золото, он страшно удивился Ничего себе! Я-то думал, что твой заносчивый отец солгал мне Теперь иди и отдохни Мы встретимся вечером Дочь Мельника подумала было, что король хочет наградить ее И отпустить во свояси Но вечером алчный король отвел ее в другой чулан Где соломы было значительно больше, чем в прежнем Если тебе дорога жизнь твоего отца Перепреди за ночь эту солому в золото Девушка не знала, как ей быть И залилась слезами Вскоре появился тот же маленький человечек Не плачь, красавица Что дашь ты мне, если я перепреду всю эту солому в золото? Девушка подумала и вспомнила Что у нее есть последняя ценность, которую она может ему предложить Золотое кольцо Я отдам тебе свое колечко Человечек снял кольцо и принялся поскрипывать колесиком самопрялки К утру он успел перепрясть всю солому в блестящее золото Спасибо, маленький человечек Скажи свое имя Прошу тебя Но человечек с хохотом исчез Король, увидев золото, чрезвычайно обрадовался Любезная, ты наше сокровище Я восторгаюсь тобой Тебе нужно отдохнуть Встретимся вечером На закате солнца король пришел к девушке И отвел ее в другой чулан, набитый соломой больше прежнего И эту солому ты должна перепрясть в одну ночь И если это тебе удастся, я возьму тебя в жены В целом свете я не найду себе жены лучше Едва девушка осталась одна Человечек явился к ней в третий раз Что ты мне дашь, если я перепряду солому и в этот раз? У меня ничего нет Ладно, ладно, не плачь Ты должна пообещать, что отдашь мне своего первенца, когда станешь королевой Не зная, чем помочь себе в беде, девушка согласилась Поклянись мне, что не забудешь о своем обещании Да, клянусь тебе Маленький человечек ночь напролет прял с невероятной скоростью Вскоре вся солома обратилась в золото Закончив работу, он расхохотался и тут же исчез На другое утро король пришел и увидел, что его пожелание исполнено Любезная ты прошла испытание Завтра ты станешь моей женой Прекрасная дочь Мельника стала королевой Год спустя королева родила чудесное дитя И позабыла о своем обещании Однажды, когда она была одна В ее комнате появился маленький человечек Ты забыла о своем обещании, королева? Нет, я все помню, но я так сильно люблю своего ребенка Что молю тебя об одолжении Я королева Проси все, что пожелаешь вместо моего ребенка Я исполню любое твое желание Нет, королева Мне живое существо милее всех сокровищ на свете О, маленький человечек, жалься надо мной Умоляю, не отнимай у меня дитя Умоляю Человечек обещал жалиться Если королева угадает его имя Я дам тебе три дня сроку Если за это время ты узнаешь мое имя То я не стану отнимать ребенка Спасибо, человечек Я обязательно угадаю твое достойное имя Договорились Я вернусь завтра вечером Всю ночь королева припоминала имена Которые ей когда-либо приходилось слышать Она отправила гонца по всей стране И поручила ему всюду справляться, какие еще есть имена Вечером человечек вернулся Что? Узнала ты, как меня зовут? Да Твоё имя Гаспар Гаспар Человечек говорил ей, что она ошиблась На сегодня хватит Я вернусь завтра вечером Будь готова На второй день королева отправила гонцов в соседнее королевство На поиски необычных имен Вечером, когда человечек вернулся, у нее уже был готов список Быть может ты, реброжар? Хо-хо-хо Меня зовут иначе Колышок? Ха-ха-ха Нет, не оно Длинноног? Нет Хо-хо-хо Королева перечислила все имена из списка Но всякий раз человечек отвечал ей нет Завтра последний день, королева Боюсь, ты не сумеешь спасти свое дитя Ха-хо-хо Королева опечалилась Но на третий день гонец привез ей любопытное известие Я не смог отыскать ни одного нового имени Но когда я вышел из леса на вершине высокой горы То увидел там маленькую хижину, перед которой был разведен огонек Около него приплясывал смешной человечек Он пританцовывал и припевал Нынче пеку, завтра пиво варю У королевы дитя отберу Ах, хорошо Никто в мире не знает, что Румпельштильцхен меня называют Ха-хо-хо Точно! Какое облегчение! Ты не представляешь! Королева сняла с себя ожерелье И одарила им верного гонца Чуть позже к ней явился человечек Что, королева? Как меня звать? Может быть, Джек? Нет О-хо-хо-хо Может быть, Гарри? О-хо-хо-хо Нет-нет-нет-нет-нет Тогда может быть ты, Румпельштильцхен? Ах, это сам дьявол тебя надоумил! Сам дьявол надоумил! Со злости он так толпнул правой ногой о землю, что провалился по колено Схватившись за левую ногу, он потянул себя вверх, да так, что разорвал пополам Тут и настал конец Румпельштильцхену Королева, король и их дитя жили долго и счастливо Дюймовочка Давным-давно жила-была одинокая женщина Она всегда мечтала о дочери, с тех пор, как сама была маленькой девочкой Одним светлым утром она поливала цветы и плакала, думая, как здорово было бы воспитывать дочку, с которой можно было бы играть Тут перед ней появилась фея-крестная Что стряслось? Отчего ты плачешь? Я так хочу, чтобы у меня была доченька Прошу, скажи, где мне ее искать? Я уже отчаялась О, не страшись, твоей беде легко помочь С помощью волшебства фея-крестная создала маленькое зернышко Погляди, дитя мое Это необычное зернышко, какие сеют крестьяне Ему нужно много любви и тепла Посади его в горшок и увидишь, что случится Только не забудь поставить его на солнце О, спасибо тебе за щедрость, фея-крестная Она посадила зернышко в горшок, который поставила перед окном, где много солнечного света Очень скоро из зернышка вырос большой цветок, очень похожий на тюльпан Женщина окружила его заботой и поливала каждый день Однажды она осторожно поцеловала еще не распустившийся бутон И тут, словно по волшебству, цветок вмиг раскрылся Внутри сидела очень хрупкая и изящная девочка Это мое дитя, моя доченька Она не больше Дюйма, поэтому назову ее Дюймовочкой Я твоя мама, дитя А тебя зовут Дюймовочка Цветок подарил ей дочь, о которой она мечтала По стилю ей служила скорлупка грецкого ореха Простынями лепестки фиалки А укрывалась она розовым лепестком Днем она играла, плавая на тюльпановой лодочке по тарелке, наполненной водой От края к краю гребла она, как веслами, двумя белыми конскими волосками Зрелище было просто дивное Однажды, когда она крепко спала в скорлупке Большая лягушка запрыгнула в комнату через разбитое окно Вот ведь красавица! Она вполне годится в жены моему сыночку, ква! Она украла скорлупку, в которой спала малышка И положила дюймовочку на лист кувшинки посреди пруда Теперь она на листе кувшинки Оттуда она ни за что не сможет сбежать Оказавшись одна одинешенько на зеленом листе, дюймовочка села и горько заплакала Она не хотела брать в мужья ужасного сына лягушки Я за тебя замуж не выйду Не смей мне отказывать Тем временем мать осмотрела каждый угол дома в поисках дюймовочки Но не смогла ее отыскать В воде под листком плавала стайка рыб Они видели лягушку и слышали весь разговор И, проникнувшись к девочке жалостью, решили помочь А лягушка и ее сынок тем временем вовсю готовились к свадьбе Рыбы собрались у зеленого стебля и принялись его грызть Вскоре лист оторвался и дюймовочку понесло прочь Спасибо вам, рыбки! Какие же вы добрые! Дюймовочка уносила прочь так далеко, что лягушкам в жизни ее не сыскать Она проплывала мимо множества мест И птицы, завидев ее, всякий раз начинали петь Красавица! Когда наступила ночь, она укуталась листом и заснула Но на следующий день она проснулась там, где солнце касается воды Делая ее похожей на расплавленное золото Ее несло к водопаду В этот момент мимо пролетал большой жук Только гляньте, какая красавица! Я должен ее спасти! Он тут же схватил ее клешнями и понес прочь далеко-далеко Куда вы меня несете, господин жук? Я лечу к себе домой Вскоре они добрались до дома жука И остальные обитатели дерева вышли посмотреть, кто же прилетел Друзья, посмотрите, какая красавица! Она станет моей женой! У нее только две ноги Как это жалко выглядит! Только глянь, у нее две руки Какой стыд! Она выглядит совсем как человек! Ну и уродина! Господин жук был вынужден с ними согласиться И в гневе бросил девочку посреди густого леса Близилась зима Начались снегопады И бедняжку стал бить озноб Ей было ужасно холодно В поисках еды и крова Она шла все дальше и дальше Долго ли, коротко ли Вышла она к маленькому домику Подойдя к высокой двери Она постучала Навстречу ей вышла полевая мышь Хозяйка дома Кто ты такая? Несчастное создание Я заблудилась в лесу Я ужасно замерзла И проголодалась Вы не поможете мне? Я живу одна Заходи в мой дом И раздели со мной ужин Ты тут же согреешься Только скажи мне Как тебя зовут? Я Дюймовочка Дюймовочка вошла в дом Внутри было тепло и уютно Кладовая и кухонные шкафы Были забиты зерном Спасибо, что разделили со мной ужин И приютили меня На зиму ты можешь остаться здесь Госпожа мышь Вы очень добры ко мне Красота Дюймовочки пленила мышь Она хотела, чтобы девочка осталась у нее навсегда Сегодня выходные У нас будет важный гость Раз в неделю Меня навещает мой сосед Вскоре зазвонил колокольчик И появился крот По случаю он нарядился в черную бархатную шубу Услышав прелестный голос Дюймовочки Он тут же влюбился в нее И задумал жениться Он подошел к мыше и сказал Ты получишь все мои запасы и мой дом Только разреши мне взять в жены эту милую девочку Госпожа мышь не смела отказать богатому кроту Хорошо, тогда начнем готовиться к свадьбе Да Дюймовочка не хотела выходить за крота На следующее утро она решила сбежать Блуждая по лесу Она набрела на раненую синицу Лежавшую на земле Бедняжка наверняка Окоченела от холода Подойдя поближе Она увидела, что синица была жива Но серьезно ранена Как вы, милая синица О нет У вас идет кровь Дюймовочка решила помочь птичке Она раздобыла лекарства и бинты для несчастной Не волнуйтесь, госпожа синица Скоро вам станет легче Стоило ей наложить бинты, как синица тут же вспорхнула и полетела Прощайте, маленькая птичка Спасибо тебе, доброе дитя Я не забуду твоей доброты Скажи, чем я могу отплатить? Тут Дюймовочка увидала, что мышь и крот, пустившиеся следом, почти догнали ее Дюймовочка, где ты? Отзовись! Услышав голоса, Дюймовочка все рассказала синице Мышь хочет выдать меня за господина крота Прошу, милая синица, унеси меня подальше от них Не хочу становиться женой крота У меня есть идея Дюймовочка, залезай ко мне на спину, скорее Прощайте, госпожа мышь, спасибо за все Я люблю вас и никогда не забуду Увидев, что Дюймовочка улетает, мышь и крот были поражены до глубины души Синица отнесла ее в страну цветов Где под пение птиц росли все известные миру растения Как же здесь чудесно! Что это за края? Они зовутся страной цветов, а мне пора лететь Спасибо, госпожа, вы так мне помогли Дюймовочка была очень счастлива Вот и дом, как хорошо здесь пахнут цветы И как славно поют птицы Но тут она вспомнила свой прежний дом И матушку, что вырастила ее своей любовью Она опечалилась и стала тосковать по дому Внезапно перед ней явился сам король страны цветов Увидев Дюймовочку, он тут же в нее влюбился Я король страны цветов Никогда прежде я не видел такой прелестной девочки Согласна ли ты стать моей женой? Я сделаю тебя королевой страны цветов Дюймовочка призадумалась С таким мужем не сравнится ни лягушкин сын, ни господин жук, ни крот в черной бархатной шубке Да, но только если мы вернемся к матушке и счастливо заживем все вместе Он согласился и преподнес Дюймовочке подарки Лучшим из которых были большие крылья, принадлежавшие серебристой мухе Их прикрепили к ее спине И она смогла свободно порхать от цветка к цветку Вскоре они поженились После свадьбы король и Дюймовочка полетели на поиски дома матери Она была очень рада их возвращению Дюймовочка, ты не представляешь, как я рада, что ты вернулась Отныне я никому не позволю нас разлучить А я никогда не покину тебя Мать приняла их обоих И жили они долго и счастливо Белоснежка и семь гномов Давным-давно в далеком королевстве правили король и королева Ее величество было столь добра и мила, что все жители тех земель обожали ее Королеву печалило лишь то, что у нее нет ребенка, о котором она так мечтала Однажды зимой королева сидела у окна из черного дерева и штопала одежду Внезапно на подоконник присела дивная птица и напугала королеву Отвлекшись, ее величество укололо палец Капля крови упала на снег за окном Взглянув на алое пятнышко на снегу Она увидела, как то превратилось в детское личико В изумлении королева сказала Бог зимы, умоляю, пошли мне дочь с кожей белой Точно снег, губами алыми, как кровь И волосами черными, как это дерево Вскоре королева забеременела И, к сожалению, заболела Многие лекари пытались ее исцелить, но тщетно О, моя королева, вы поправитесь Доверьтесь Господу, не отчаивайтесь Совсем скоро наша мечта о ребенке исполнится Да, милый, я надеюсь на лучшее Бог зимы не оставит нас Что может пойти не так? Вскоре пришла весна Повсюду, приветствуя появление ребенка, распускались цветы Но с приближением дня родов королеве становилось все хуже Было ясное утро Солнце сияло так, будто желало за один день растопить весь снег, покрывавший землю В тот день королева родила прекрасную девочку с кожей белой, как снег Губами алыми, как кровь, и волосами черными, как дерево Королева, вы преподнесли мне бесценный подарок Скажите, что вам угодно Я исполню любое желание Спасибо, милый Мне недолго осталось Я не успею позаботиться о малютке О, дорогая Твоя кожа бела, как снег Я назову тебя Белоснежка Обещайте мне, Ваше Величество Что всегда будете заботиться о моей дочери Обещайте, что вы женитесь вновь и не будете тосковать, когда меня не станет Чего бы мне это не стоило, дорогая Я буду заботиться о ней Не плачьте, мой король Прощайте, супруг мой Прощайте О, моя дорогая Прошу, не оставляйте меня Несколько лет король оплакивал безвременную кончину королевы Он сам заботился о Белоснежке Но государственные дела отнимали у него очень много времени Он понимал, что дочери нужна заботливая мать, которая будет ее воспитывать И посему решил взять себе новую жену Вторая королева была очень красива Но в то же время высокомерна и жестока С помощью черной магии она затуманила королю разум А еще у нее было волшебное зеркало, предсказывающее будущее и ведущее ответы на все вопросы Свет мой зеркальце, скажи, я ли на свете всех милее? Да, королева, ты на свете всех милее Вот как! Благодарю тебя, удивительное зеркало Шло время, и Белоснежка становилась все красивее и прелестнее Она слала самой первой красавицей во всех королевствах А мачеха, глядя на нее, терзалась от зависти Свет мой зеркальце, скажи, кто на свете всех милее? Королева моя, ты прекрасна, спору нет Но Белоснежка все же милее, чем ты Ах, как смеешь ты мне перечить, что за чушь? Простите, но я говорю лишь правду, госпожа Разозлившись, королева велела позвать охотника Убей Белоснежку в лесу и принеси ее сердце, чтобы я знала, что она мертва Сделаю, госпожа Королева попросила Белоснежку сходить в лес и нарвать волшебных цветов, которые приумножат ее красоту Несчастный охотник отвел Белоснежку в лес, но у него рука не поднялась убить девушку Прекрасная принцесса, ваша мачеха приказала убить вас Но как я могу погубить невинную душу? Убегайте, как можно дальше, и больше никогда не возвращайтесь в замок О, добрый человек Матушка, он окажет вас, если вы не убьете меня? Я смогу ее объедрить Немедлите, скорее бегите Белоснежка бросилась со всех ног Охотник зарезал кабана и принес его сердце королеве Наконец, я прекрасней всех Белоснежка одна бродила в темном лесу Не знала, что делать и куда идти Услышав, как шепчутся за спиной деревья, она помчалась, не разбирая пути Камни царапали ее ноги Колючки цеплялись за одежду Но когда наступил вечер К ней подлетели маленькие птички и принялись тянуть за шарф Она поняла, что те хотят ей что-то показать Девушка последовала за птицами И вдруг увидела странный маленький домик Где и решила укрыться с птицами от непогоды В доме было тесно, но уютно На маленьком столе, накрытом белой скатертью Стояли семь маленьких тарелочек с едой У стены стояло семь кроваток Выстроенных в ряд и укрытых лоскутными одеялами Белоснежка так проголодалась, что съела несколько овощей и немного хлеба с каждой тарелки А из каждой чашки отпила немного молока Блуждания по лесу утомили девушку Она прилегла на одну из кроватей и быстро заснула После захода солнца вернулись хозяева дома Семь гномов, которые весь день работали, добывая золото в горах Птицы пытались разбудить белоснежку, но она спала слишком крепко Войдя в дом, гномы заметили, что у них кто-то побывал Кто сидел на моем стуле? Кто ел из моей тарелки? Кто пробовал мой хлеб? Кто полакомился моими овощами? Кто пользовался моей вилкой? Кто пил из моей чашки? А седьмой, взглянув на свою кровать, обнаружил прелестно спящую девушку Кто-то спит в моей постели! Семь гномов тут же бросились посмотреть Ох, вот это да! Какая она красавица! Тш-ш-ш, пусть поспит! Не шумите! Они все уснули рядом с ее кроватью На следующее утро белоснежка проснулась Увидев семерых гномов, она перепугалась А-а-а! Услышав ее крик, они проснулись Не нужно бояться, успокойся! Мы семеро гномов, а ты наши гости! А-а-а! А-а-а! Представься нам! Меня зовут Белоснежка Как ты попала в наш дом? Белоснежка поведала им о своей жизни Немного посовещавшись, гномы сообщили ей свое решение Если ты согласна здесь прибираться Готовить Стелить кровать Штопать, стирать и вязать Расставлять все по местам Тогда можешь жить с нами И не знать ни забот, ни печали Конечно, я согласна И начала Белоснежка жить с гномами Каждое утро они уходили в горы добывать золото А по вечерам возвращались домой К их приходу дом был убран, а ужин готов Целыми днями девушка была одна Ее развлекали лишь птички да животные, с которыми она иногда играла Свет мой, зеркальце, скажи Яль на свете всех милее Ты, моя королева, прекраснее многих Но, Белоснежка, что живет за горами с семью гномами В тысячу раз милее, чем ты Нет! Ах, Белоснежка все еще жива? Охотник мне солгал О, он поплатится, но сперва я расправлюсь с девчонкой Но как? Как? Скажи, как? Она заметила, что в гневе разбила зеркало Королева принялась ломать голову, как бы ей избавиться от Белоснежки Наконец, у нее появился план Она отправилась в свою самую секретную комнату, в которую никому больше не позволялось заходить Там она сделала ядовитое яблоко, да так умело, что хоть оно и было смертоносным, но выглядело восхитительно свежим С помощью колдовства она превратила себя в старую попрошайку Она направилась к домику гномов, что стоял у гор, и постучала в дверь Белоснежка выглянула в окно Кто вы, бабушка? Чем вам помочь? Открой дверь, красавица Я так бедна Я хочу обменять яблоки на хлеб для моего смертельно больного супруга Мне нельзя отпирать дверь, гномы запретили строго-настрого Ничего страшного, держи, я дам тебе свежее, ароматное яблочко в обмен на буханку хлеба, душечка Увидев чудесное сияющее яблоко, Белоснежка не смогла удержаться Она сходила на кухню и принесла свежую буханку, испеченную гномом на обед Она протянула ее старушке, а взамен взяла яблоко Но едва она укусила его, как замертво рухнула на пол Злобная королева вернула свой облик Как снег бела, как кровь ола, как дерево черна Ни за что на свете гномы не разбудят тебя Она бросилась во дворец и встала перед разбитым зеркалом Свет мой, зеркальце, скажи Кто на свете всех милее? И зеркало дало ответ, о котором она мечтала Ах, королева, нет, нет никого краше тебя Вернувшись домой, гномы обнаружили лежащую на полу Белоснежку Ее тело было бездыханным, она была мертва Они с тоской и грустью смотрели на нее Причитали, трясли за плечи, оплакивали Но все тщетно Красавица спала не в силах сбросить оковы смерти Гномы уложили ее на солому Семером уселись рядом и оплакивали ее целых три дня Они собирались было похоронить Белоснежку Но она была все так же свежа, как и при жизни И щеки ее были все так же румяные Разве можно предать ее черной земле? Пусть она останется чистой и белой, как сейчас Они собрали прозрачный хрустальный гроб, в котором она была видна со всех сторон Опустив ее тело в гроб, они написали на крышке золотыми буквами Здесь покоится принцесса Белоснежка Они поставили гроб на горный снег, чтобы животные и птицы тоже могли оплакивать Белоснежку В тот же день в лес у подножья гор отправился на охоту принц Он увидел гномов и животных, окруживших хрустальный гроб Принцу стало любопытно, кого оплакивают столь красивые создания леса Принц приблизился и прочитал надпись, сложенную из золотых букв Он понял, что о такой девушке мечтал всю жизнь Тогда он обратился к гномам Позвольте мне забрать ее, в обмен я дам вам все, что пожелаете Мы не продадим ее за все золото на свете Я умоляю вас, я не смогу жить, не любуясь более ее красотой Я умру, если вы не позволите забрать ее Ты обезумел? Она не оживет, сколько на нее не гляди Я увековечу ее, я построю рядом с дворцом усыпальницу, где ее душа обретет покой Добрые гномы сжалились над ним и отдали гроб Принц приказал слугам нести гроб на плечах Но вот, один из них споткнулся, пока нес гроб Отчего кусочек яблока, застрявшего у девушки в горле, выскочил наружу Принц тут же подбежал и схватил гроб Уложив белоснежку под деревом, он залюбовался ее Прекрасная, будто живая Принц поцеловал девушку в лоб Как только его губы коснулись ее кожи, белоснежка пробудилась Вернувшись к жизни, она села Боже мой, где же я? Не бойся, я принц, а ты со мной И принц рассказал ей, что случилось О боже мой, ты решил оберегать меня, хоть я была мертва Зачем? Ты единственная, о ком я мечтал Я люблю тебя больше всех на свете Поехали в мой замок Выйдешь ли ты за меня, станешь королевой? Да, прекрасный принц Но я хочу повидать отца Ведь он должен благословить нас А я слышал, твой отец исчез без следа И давным-давно никто его в королевстве не видел Это наверняка козни моей злобной мачехи Прошу тебя, помоги мне найти отца Хорошо, пойдем во дворец и поищем его Принц решил отыскать ее пропавшего отца Он отвоевал королевство у жестокой королевы Обыскивая замок, они наткнулись на тайную комнату королевы И обнаружив там отца Белоснежки, тут же освободили его Как только королева увидела, что ее супруг вышел из темницы Она так испугалась грядущей расправы Что бросилась прочь из страны И никто ее больше не видел А король объявил в главном зале о свадьбе своей дочери Пир был пышным и торжественным И жили они долго и счастливо Русалочка Давным-давно в темных глубинах океана Стояло прекрасное королевство повелителя Марии Что жил в нем шестью своими дочерьми и старой матушкой Король любил всех своих дочек Но милее прочих была ему самая младшая русалочка Что звалась Евой Как-то раз они отмечали день рождения пятой дочери На торжество, проводившееся во дворце Собралось множество народу С днем рождения, моя доченька Благодарю тебя, отец С днем рождения, принцесса Поздравляю, внучка Спасибо, спасибо вам Я весьма горд, что моей дочери Марине сегодня 18 лет Она поднимется наверх и насладится солнцем и ветром За ее здоровье Ура-ра! Спасибо тебе, отец Не забывай, в морском мире есть законы, которые нужно чтить Мир людей отличается от нашего Мы дети моря, здесь мы и останемся Береги себя и не приближайся к людям А, папа, а можно и мне с ней? Твой черед не пришел, детка Но мне хочется увидеть людей Ева, только когда тебе исполнится 18 лет О, нет Мне очень жаль, принцесса Отец меня не любит Все знают, что он тебя любит Однако правила нарушать нельзя Через год настанет твоя очередь Точно? Да! Идем, поиграем в рыбобол Русалочка была не только прелестна Но и очень добра ко всем обитателям моря Ее любили все без исключения Скажи, люди похожи на нас? Нет У них есть ноги, а у нас нет О, значит, люди лучше нас? Нет Они так и не научились беречь природу Из-за них наше море грязное А они живут дольше нас? Нет, внучка Человеческий век сто лет А то и того меньше А нам сколько отмерено? Если повезет, мы доживаем до трех сотен лет А после смерти превращаемся в морскую пену Но запомни самое главное Если мы в течение жизни творим только добро То обретаем бессмертие Мы улетаем на небеса к воздушным феям крестным О, честно, бабуля? О-хо-хо Ева, иди спать уже очень поздно Спокойной ночи Сладких снов Мечтая увидеть людей Ева считала каждый прожитый день Они складывались в недели И русалочка все сильнее хотела посмотреть на то, как живут люди Ночь перед своим восемнадцатилетием Она провела без сна Когда она явилась к королевскому двору Сестры бросились поздравлять ее С днем рождения! Спасибо, дорогие сестрицы! С днем рождения, моя милая Ева! Спасибо, отец! Как же я горд тем, что моей младшей дочери восемнадцать лет Так исполните обещание, Ваше Величество Да, принцесса Идем же, я покажу тебе мир Но, отец, сестер ты не сопровождал Но я хочу взглянуть на мир с тобой Нет Вот будет тебе восемдесят Возьму тебя с собой Бессердечное дитя Иди, но будь осторожна Не забывай, к людям приближаться нельзя Иначе быть в беде Мой король, я за ней присмотрю Ну, ладно Но возвращайтесь до заката Иначе я из тебя суп сварю Вечером будем дома, Ваше Величество Русалочка так хотела поскорее посмотреть на мир людей Что мчалась вперед, оставив друга позади О, я так счастлива! Подожди меня! Я устала ждать! Вскоре русалочка поднялась на поверхность Все было для нее в новинку Синее небо, яркое солнце, прекрасные птички Вот это да! Как же прекрасен мир! Я и не мечтала! Эй, что это шумит? Это корабль Что это за человек? Надо же! Он так похож на мою куклу! А, видимо, это принц Кажется, он празднует свой день рождения Обаятельный принц поразил ее до глубины души Отчего она начала петь Внезапно небо заволокло черными тучами А на море поднялись высокие волны Ева, это шторм! О, я чувствую, как сильные волны! Ах, корабль! Эй, осторожней, принц! Осторожней! Но никто не слышал ее криков Ветер дул так сильно, что корабль налетел на скалу И в конце концов утонул О, нет! Принц, мы должны его спасти! Русалочка спасла прекрасного принца И вынесла его на берег Прошу, открой глаза, принц! Она ждала, когда принц придет в себя Ева, скорей! Кто-то идет! О, береги себя, принц Мне пора Смотрите, море вынесло тело Он еще жив Надо отнести его в храм Когда принц очнулся, он увидел одну из девушек Спасибо, что спасла меня Принц и не догадывался, что на самом деле его спасла русалочка О, нет! Она присвоит себе твои заслуги! Пусть так Я просто рада, что он жив Солнце клонилось к закату И они поспешили домой Русалочка опечалилась Понимая, что больше никогда не увидит принца Я люблю тебя, принц Я так хочу быть с тобой Любит, не любит Любит, не любит Любит, не любит Как же болит в груди Любовь жестока Любовь – самое прекрасное чувство в мире Да уж, верю Я хочу быть с ним Ты нарушишь закон моря Неважно Я не могу жить без него Я знаю, что делать Но помочь не решусь Иначе окажусь в супе Говори Забудь об отце Ладно Есть кое-кто, кто может тебе помочь Но связываться с ней опасно Я рискну всем ради принца Скажи, кто она? Морская ведьма из черных гор Но это страшное место Не раздумывая ни секунды Русалочка в компании креветки Покинула дворец И отправилась к морской ведьме Когда та увидела в волшебном шаре Кто пожаловал к ней в гости То расхохоталась Несчастная Все кончено Русалочка Добрейшая возлюбленная океана У нее доброе сердце После смерти она станет воздушной феей И настанет конец твоим козням Как только она станет феей Ты умрешь Нет Никогда такому не бывать Ха-ха-ха-ха О, вот так так Зачем дочь короля Пожаловала к ведьме? Я желаю стать человеком Что? Ради юного принца? Да Я люблю его всей душой Ты обретешь лишь страдания, принцесса Пусть так Ради него я готова на все Ты уверена? Ха-ха-ха Завоюешь ли ты его сердце? Да Смогу Что ж Я обращу тебя в человека Но за это ты заплатишь втридорого Я отдам все, что скажешь Договорились Я хочу получить взамен твой чудесный голосок Вот условие Ты снова обретешь голос И станешь человеком, только завоевав его сердце Но если у тебя ничего не выйдет На рассвете ты умрешь и станешь морской пеной Ха-ха-ха-ха Что ж Ради него я пойду на всю Как скажешь Здесь волшебное зелье Выпей, как выйдешь из воды Ха-ха-ха-ха Русалочка взяла зелье И отправилась к берегу Выбравшись из воды Она тут же выпила содержимые бутылочки От внезапной острой боли Она потеряла сознание Ее хвост превратился в ноги Очнувшись, она увидела рядом с собой принца Открой глаза, красавица Ты спасена Но откуда ты взялась? Я нашел тебя и принес сюда Прошу Отдохни немного На следующее утро Русалочка уже смогла ходить А счастливый принц Любовался ей А как же я счастлив сегодня Потанцуй со мной Ого, да ты искусница Сегодня великий день Ведь я встретил свою любовь Да, он тоже любит тебя Смотри-ка, а вот и мой отец Здравствуй, отец Познакомься с девушкой, которую я люблю Она спасла мне жизнь Я люблю ее отец И хочу на ней жениться Мой милый сын Если ты счастлив, то и я счастлив Сердце русалочки было разбито В моей груди разливается яд Король объявил о свадьбе принца Он навсегда потерян для меня И теперь с первыми лучами солнца я погибну Обратившись морской пеной Ох Креветка поспешил во дворец И все рассказал морскому владыке И его дочерям Силы небесные, жальтесь над ней Я знал, что это все козни ведьмы Король воздал молитву богине моря Взял трезубец и поднялся на поверхность Вместе с креветкой В тот же миг сестры бросились в пещеру Ведьмы Моя сестра в серьезной беде Пожалуйста, колдунья, сними заклятие Умоляю, мы никогда не забудем этого Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Какой позор Дочери короля здесь умоляют меня Что ж, заклинание разрушится Как только она убьет своего принца Что? Ха-ха-ха-ха-ха Если Ева вонзит зачарованный кинжал Принцу в самое сердце То тогда превратится в русалочку Сестры поднялись на поверхность И поведали отцу о том, как разрушить заклинание Они заметили Еву, что сидела под деревом Глядя на свою игрушку Ева! Папа! Сестрицы! Не плачь, доченька Если ты хочешь снять проклятие ведьмы Сделай так, как я скажу Заколи принца кинжалом И ты снова станешь русалочкой Нет, папа! Я знаю, что ты любишь его, Ева Но вам не быть вместе Ради своего отца, Ева Без тебя Мне жизнь не мила, доченька Русалочка смотрела на плачущих сестер и отца Она приняла кинжал и отправилась во дворец Принц спал в своей опочивальне Она занесла нож над его грудью, собираясь убить Нет, я не могу так поступить с тем, кого люблю Я сама погибну, лишь бы не убивать его Пусть он женится на той, которую любит И живет долго и счастливо Удачи, любовь моя Она вернулась к отцу и сестрам Те в ужасе возрились на кинжал, незапятнанный кровью На горизонте брежил рассвет Ева подошла к самой воде и прыгнула в волны вместе со своей куклой Хочу исчезнуть, обратившись пеной морской Прощай, любимый Прощай, папа Прощайте, сестрицы Не держите зла Прощайте Внезапно загадочная сила подняла ее из воды Это были воздушные феи Именно они спасли ее Крестные! Спасибо за то, что спасли мою дочь от гибели А? А? Где это я? Ты теперь на небесах Ева, мы феи крестные Мы пришли, чтобы наградить тебя за доброту и за любовь Которую ты дарила людям, обитателям моря Ты одарена бессмертной душой И в следующий раз родишься человеком Спасибо, феи крестные! Русалочка помахала всем на прощание Ох, я буду любить тебя вечно, мой милый принц В следующей жизни мы снова встретимся Прощай, милый, прощай И она вознеслась на небеса вместе с воздушными феями Субтитры создавал DimaTorzok